Так, давайте сегодня посмотрим коробочку от китайской фирмы Dragon SD-KFZ 162, Panzer IV A0 Значит, сначала можно небольшое лирическое отступление В общем, фирма Dragon, китайская, по-моему, гонконгская, если я ничего не путаю Модельный производитель, довольно старый, скажем так, заслуженный Конкретно по моей биографии, вот у меня первый заход в модельный, скажем так, хобби произошел в далеком, скажем так, детстве, юношестве И, насколько я помню, это были 90-е годы И тогда фирма Dragon уже существовала, кое-где можно было увидеть их модели, конечно Скажем так, я их, конечно, тогда не покупал И вообще, помню максимум то, что они где-то были на полках специализированных модельных магазинах Которые я, в общем-то, пропускал мимо ушей, так как брали мы только дешевую Брал я для себя только дешевую звезду А вот фирма Dragon в 90-х годах уже вполне себе существовала Потом, значит, собственно, у меня долгий перерыв, хобби был Многие годы, десятилетия, можно сказать, когда я совершенно этим интересовался Собственно, и вот захожу, значит, я обратно в хобби И, собственно, вот узнаю про фирму Dragon Оказывается, фирма Dragon, собственно, гремела у нас, оказывается В 90-е, в нулевые годы В общем, считалась таким бастионом копийности, качества Признанный авторитет, в общем, среди моделистов И, собственно, это все прошло мимо меня, так называемый, тогда я хобби не занимался И вот я появляюсь в хобби Оказывается, что фирма Dragon, собственно, пережила свой расцвет Насколько я понимаю, сейчас находится в каком-то таком полуживом состоянии Новые наборы практически уже, я так понимаю, не выпускают Занимаются только различными перепаками, собственно, ранее выпущенных И вообще находится в каком-то немножко подвешенном состоянии И давно как бы задвинуто уже, скажем так, вбок Более прыткими, более новыми, резвыми, китайскими производителями моделей Но при этом, при этом, при этом Видимо, репутация фирмы, она все-таки создалась настолько Как бы прочная и громкая За вот эти все 90-е, нулевые годы Что модели фирмы Dragon, они как бы до сих пор имеют определенную Определенную, скажем так, славу И даже, я бы сказал, инвестиционную ценность То есть модели, несмотря на то, что годы разработки Большинство моделей этой фирмы это нулевые 90-е годы Тем не менее, скажем так, на вторичном рынке Да и на первичном рынке Потому как, в принципе, продолжают периодически до выпуска старых наборов Фирмы Dragon, которые, в принципе, существуют все-таки в том или ином виде То цены на эти наборы, которые, казалось бы, в принципе, по меркам модельного рынка При наличии гораздо более свежих вариаций наборов различных От китайских новых производителей Коих сейчас много и недостатки нет И они все достаточно качественные Тем не менее, наборы фирмы Dragon Скажем так, очень ценятся И, бывает, продаются, я бы сказал, даже не за совсем адекватные деньги И даже не за совсем адекватные своему качеству деньги То есть иногда это цена оправдана Но по большей части это, конечно, уже, скажем так Получается такая переплата за бренд Вот такой, значит, у нас вот есть Такая вот у нас фирма Dragon и ее бренды Значит, коробка, чтобы, значит, от лирических выступлений перейти к практике Собственно, была куплена как, наверное, в каком-то смысле Ну, не коллекционный, а экземпляр А, ну, посмотреть, скажем так Что же такое за Dragon, да? Просто так и, как бы, за более-менее такую плюс-минус приемлемую цену Которую не жалко было отдать Потому что, ну, зачастую рыночная цена, конечно, совершенно раздутая Переувеличена сейчас на модели фирмы Dragon Соответственно, конкретно вот этот набор Он довольно старый, ведет свою родославную От старого набора разработки, я так понимаю, 96-го еще года Значит, и последняя вот рация Скажем так, доработка, скажем так, новыми деталями Произошла у фирмы Dragon в 2016 году, если не ошибаюсь Вот такая вот длинная, дословная Машина это Jagdpanzer IV Соответственно, что по прототипу, наверное, долго не буду затягивать Ну, самоходка, истребитель танков Да, в немецкой конфигурации Jagdpanzer, значит, ну, переводится буквально как Охотник на танки, да, или истребитель танков Соответственно, на базе шасси, в основном унифицированного с машиной Panzer IV Соответственно, из характерных ее черт очень приземистая такая конструкция То есть, очень низкий профиль у нее Соответственно, рубка вот так очень сильно приплюснута вниз Скошенные лобовые броневые листы То есть, сильное применение рациональных углов на кромму брони Такой же, как, в принципе, потом стал характерен у немцев для пантер, для хетцеров и так далее То есть, то, что было, скажем так, во многом перенято у советской бронетехники Начиная с начала войны Великой Отечественной И, в общем, что машиной было произведено около 2000 машин С начала 1944 года по... Фу, а, 1944 года по где-то, скажем так, осень 1944 года То есть, в принципе, даже меньше года они производились Но почти 2000 машин успели произвести Не так много, в принципе, относительно Потому что шасси делилось, в основном, с панцира 4 А нужно было параллельно производить и танки панцира 4 Самоходки штук 4 Которые тоже базировались на, скажем так, шасси 4-го панцира Ну и, в общем, собственно, машина В целом, несмотря на то, что долгое время военное ведомство Я так понимаю, военные были против ее производства Так как считали, что у нас и так достаточно самоходок Зачем нам еще делать один вариант самоходки на базе панцира 4 Но все-таки, именно вот благодаря своим качествам Которых я уже сказал, панцира 4 оказалась достаточно удачной В качестве именно истребителя танков Так как приземистость, хорошая, скажем так, вооруженность по орудию Ну, не конкретно, может быть, по этому, там потом скажу И, скажем так, ну, неплохие ходовые качества Потом делались, значит, ну, машин, конечно, к 1944-45 году Приходилось, к сожалению, для немцев, к сожалению, использовать Не только как истребитель танков, но и как машину поддержки выхода И, конечно, в этом качестве она была уже хуже Ну, что поделать, танки у немцев быстро истощались к концу войны Так, что сказать про индекс А0? Насколько я понял, вообще имеется в виду одна из вариаций производства Ягдпанциров 4 А именно самая первая, так называемая, нулевая серия их производства Насколько я понимаю, всего было, по-моему, около 4 больших модификаций этих машин Так вот, судя по всему, это самая первая, ну, практически, можно сказать, предсерийный выпуск этих машин Который в основном отличается орудием Орудием с меньшим калибром Было установлено оно еще из-за неготовности, я так понимаю, основного орудия И таких машин, насколько я понимаю, судя по данным вообще открытых источников Было призвано всего ничего с таким вот орудием Ну, соответственно, вот Dragon, он характерен тем, что он выпускает У него большой модельный ряд, поэтому зачастую выпускало много модификаций различных машин То есть в том числе и тех, которые выпускались на совсем небольшом количестве экземпляров Позже на эти машины ставило более длинное орудие с другим калибром Еще, по-моему, два или один варианта орудия был То есть, соответственно, эта машина, это своего рода такой, ну, как бы скажем, исторический, скорее, экземпляр Который, наверное, можно встретить там в музеях Но в массе своей, конечно, данная самоходка с таким названием Она производилась в основном в других модификациях А вот это, скорее, да, не стоит Значит, что у нас, соответственно, по коробке Помимо того, что название, характерных цветов Dragon, узнаваемых Vision Smart Kit, так называемый Это вот тоже какая-то маркетинговое деление на серию Dragon Характерный для него потом по нем, скажем, логотип На боковике, собственно, проекции двух вариантов Один с камуфляжем, один просто в Дункенгельбе Снимок декали, очень простенький, всяческая информация про то, что... Да, это у нас вроде бы... Да, Гонконг, я правильно сказал И, значит, на другом боковике у нас то, что Dragon очень любит на своих коробках Это всяческие показы, проекции 3D-моделей своих моделей, скажем так Вот это Dragon прям обожает Обычно большую площадь обратных сторон коробок любит этим вот все занимать Распоказывать чуть ли не каждую модель в проекциях Рассказывать, как здесь все хорошо Замечательно у нас детально, красиво отлито Вот маску, орудие, рубка боевая Вот, переворачиваем назад И тут буквально вот, вместо фоток, например, готовой модели, как делает звезда У нас тут целая развертка, скажем так, того, как Dragon хвалит себя Как он замечательно все, собственно, в этой модели сделал То есть про каждый узел Там и про возможность открыть люки И про возможность, собственно, детализации моторного отсека И про детализацию казенной части орудия Про надгушечные полки Про всякие там возможности деталировки Но это все, конечно, круто Да, вот ходовой там и так далее Ну, например, из грустного мы можем узнать, что смарт-кит Или в переводе, можно сказать, типа умный набор Или набор, может быть, для умных По факту у нас, в принципе, является набором для, скорее, бедных Потому что, например, по ходовой траки здесь представлены Ну, резина, скажем так, условно, мягким, подобным мягким пластиком Так называемые DS-траки Значит, то есть по факту в наборе у нас нету ни полунаборных, ни наборных траков То есть у Dragon, в принципе, во многих Как раз, вот я так понимаю, серия смарт-кит Она можно немножко так провести параллель с такомовской серией Blitz Это, типа, наверное, немножко упрощенная серия В частности, вот по тракам именно коснулось упрощения Потому что были вариации этой модели С так называемой, тоже характерной для фирмы Dragon маркетинговое название Magic Tracks Варианты, то есть это по факту обычные наборные траки Не рабочие, упаси бог, ничего Это просто наборные траки Которые в свое время, конечно, в 2000-х годах Dragon Привозносились как невиданное техническое новшество, изобретение Но вот в этой итерации этого набора, как бы у нас даже наборок нет А у нас даны исключительно вот такие вот DS резинистые траки Конечно, на которых будет сложно воспроизвести и провести Единственное, что они хорошего знают Что вроде как они сделаны из какого-то материала Который их позволяет вроде как обычным модельным клеем склеивать Но на этом, собственно, плюсы у нас и заканчиваются Собственно, давайте нырять, наверное, в коробку Значит, коробка у нас на пломбах Как набор звезды, кстати, многие современные Верхняя загрузка вскрыта Что мы здесь видим, значит, пакеты с литниками Характерно так упакованы, похожи немножко на звездовский Несколько пакетов Да, довольно много, кстати, я выскорил пакетов для модели То есть это, кстати, характеристика фирмы Dragon То есть большая детализация, достаточно серьезное очленение Отдельно, значит, еще пакетик с ванной Пакетик с травлением декалью Пакетик с теми самыми, так называемыми, DS-треками Траками Треками И, собственно, на самом дне вот такая вот характерная Интересная формата Типичная для фирмы Dragon Драгон Драгон Инструкция Видите, такой формат Это не А4, это что-то такое вот длинное, забавное Я даже не знаю, когда они додумались туда такого В общем, еще характерно, да, вот такой голубовато Скажем так, двухцветная печать Из голубого Черных чернил Это тоже очень характерная фича Именно для Драгона Значит, никакой исторической справки Драгон у нас Не дает, то есть то, что я все рассказал про нулевую серию Это все исключительно на моей совести Я мог ошибиться Драгон нам ничего не рассказал Значит, тоже характерная деталь Раскладка литников С такой вот голубой закраской Ненужных деталей Вот еще одна из Достаточно Общих черт для многих Наборов фирмы Dragon Это то, что У них всегда очень много вариаций Одной и той же техники Различных наборов То есть очень большой модельный ряд Был, по крайней мере, раньше И из-за этого большая унификация на литниках То есть большое количество литников в коробке И большое количество В каждом конкретном наборе Не использованы детали Так как они унифицированы С каким-нибудь еще другим набором В этой линейке В частности, вот Соответственно, вот видим Сколько Много деталей В принципе, не используется Ну, насколько я понимаю Вроде как Пресс-формы Не Не объединены у нас То есть не от Панцер 4 Выпуска Драгон ведет Вроде как самостоятельный набор С самостоятельными Какими-то Отливками Но, тем не менее Вот, увидим Насколько много деталей Которые здесь будут не использоваться Это, кстати, насчет унификации С Панцером 4 Еще исторически интересная вещь Потому что, например Одни из последних серий Этих самоходок Они Делались На упрощенном варианте То есть Использовался не свой корпус Да Для Ягдпанцеров Был уникальный Немножко отличающийся А Панцер 4 А использовался Концевый корпус Панцер 4 Куда просто сверху Наваривала дополнительная Боевая рубка И установиваются орудия Да Это одни из последних Были Выпусков этих Ягдпанцеров Когда Нужно Быстрее на них Установить другую пушку А промышленность Немецкая Не готова была Делать Уже для них Свои специальные Корпуса Соответственно Ну ладно Это опять отступление Раскладка Да И соответственно Что дальше Вот так у нас интересно Это все сложено Необычно По факту Это гармошка такая Соответственно Дальше у нас идет Пиктограммы Цвета Цвета значит По окраскам Я так понимаю Даются только На Ганса Сангрю На Фирмы Хобби Колор Насколько я понимаю Соответственно Так Да Хобби Колор И Мастер Колор Соответственно Вот название Цветов Ну точнее Нет Не только На Сангрет Вот Краски Ганса Тут очень мелко Все видно Но видно Что даны На Аш И на С Серию Краски А вот эти Краски Даны Если не ошибаюсь Знакомы Индексы Но я че-то Честно говоря Даже Модул Мастер Колор По моему Если не ошибаюсь Фирма Ну я просто Не совсем Понимаю Где Конкретно Название Вот этой Вот этой Красок А это Все таки Это Цвета На разных Языках Или что-то Такое В общем Немножко Такие Свою Там Инструкции Драгона Сразу И не поймешь Но это Все В принципе Типичные Для Драгона Вещи У них На всех Инструкциях Плюс Минус Один И тот Стиль Использован Где-то Так сказать С бухты Барахту Тут могу Что-то Не так Понять Не так Шибаться Да Тоже Все Шаги Инструкции Все Тоже Типично До Драгона Немножко Чувствуется Какое-то Вот Родство Духовное Со Звездой Тоже Много Упихано На Скажем Так Ограниченное Пространство То есть Много Всего И плюс Добавляется Серьезное Очленение Такое Знаете Обилие Деталей Поэтому Немножко Это Может Создать Ощущение Мешанины Также Драгон Я слышал Иногда Характерен Ошибками В инструкциях Тоже Это Надо Кстати Иметь Ввиду Ну Значит Напирается Сначала Сходовой Значит Звездочки Ленивцы Катки Сразу Видно Что Драгон Рисует Где Подкрасить Например Бандажи И так Далее Вот Видно Что По Каткам Тут Деталей Некоторых Больше Чем Иногда Частично Дает Другие Производители Значит Что У нас Помимо Этого Сразу Начинается Кормовая Деталь Значит Устанавливается Вот Мы Видим В частности Глушитель Вот Видим Что Например Технологии Драгона У нас Уже Научились Глушитель Делать Собственно Единой Трубой Например Некоторые Современные До сих Пор Это Искусство Не Освоили У нас Делают Со Шовом Вот Видите Как Из двух Деталей Соответственно Вот Типа Бесшовный Глушитель У нас Получится Устанавливается На корму Еще Какие Детальки Ну Вот Сверление Отверстий Соответственно Тоже Характерная Для Драгона Деталь Опять же Унификация Большая По Наборам Обязывает Значит Например Срезается У нас Многие Вещи То Ну Вот Тут Например Что То Интересное У нас Происходит Я Показывают В миллиметрах Расстояние Соответственно Поддерживающих Катков Одного Другого То Есть Что Именно Сделать То Ли То Ли У нас Получается На Это Мы Посмотрим На Ванне Нету Этих Поддерживающих Катков И Нам Нужно Видимо Срезать Имеющийся То Ванна Наверное Все Так Наследуется У нас Что Ли От Панцер Четыре Я Не Совсем Понимаю А потом Что Ли Эти Поддержки Для Этих Нужно Что Ли Вручную Приклеивать Ну Вот В общем Что Такое Непонятное Происходит По инструкции Даже Сходу И не Поймешь То Как мы Видим Дрэгон Он Немножко Такой Для Пытливых Умов Хотя Казалось Бы Значит Видно Что Срезаются Какие Элементы Еще С ванной Устанавливается Передняя Часть Мелочевка То Видим Что Детализации Довольно Много Всякой Забавной Хотя В целом Эта модель Хвалит По собираемости Она неплохая Значит Ну Тут Вроде Как Детали Ну Нет Фотоотравления Тут Пока У нас Не появляется Много Всяких Забавных Пиктограмм Которым Не сразу Даже Поймешь Что Не происходит Вот Видно Мелкие Подсборки У нас Показаны Отдельно Вот Таких Врезочках Потом Они Собственно Радиостанция Вроде Как Вот У нас Есть Такая Ну Некоторый Намек На интерьер Я так Понимаю Из-за того Что Возможно Возможно Открывать Наверное Кое-какие Люки И Те Моменты Которые Могут Сверху Быть Из-за Люков Люков Видны То Я так Понимаю Даргун Решил Нам Дать Но При этом Это Не Интерьерная Модель Вот В частности У нас Имеется Радиостанция Значит Вот Она Ставится Вот Эту Переборка Между моторным Боевым И делением На нее Можно Поставить Радиостанцию Передняя Деталь Вот Этого Лобовая Еще Тут Немножко По мелочевке Такого У нас Собирается То есть Видим Что Членение Ну В принципе Несмотря На то Что Вся Ванна Дана Отдельной Деталью Тем Не Членение Достаточно Серьезное Много Мелочевки Ставится Ходовка В общем-то Характерная Для Такой Панцер Четыре У нас На седьмом Шаге Собирается Соответственно Вот Видно Показано Ну Ходовка Тоже Соответственно Никакая Я так понимаю Нерабочая Ничего В принципе Да Она И здесь И не нужна Звездочки И так далее И Соответственно Движемся Мы дальше На восьмой Шаг Значит Тут Уже Появляются Надгусечные Полки Кое Какое Отравление А нет Это еще Не отравление Извиняюсь Это просто У нас Что-то Подсверливается Насколько Я Понимаю Ну Так В общем У дракона Все интересно В скобочках Что-то Обозначено Всякие Такие Прикоры То есть Которые Например В современных Инструкциях Вы к такому Не привыкли Вот Например Я точно Не знаю Что такое Скобочки Это Вариации Какие-то Или не Вариации Ну Ладно Будем разбираться По ходу Сборки Фара Здесь Вот Опять Же Нет Просто Приклеивание Что-то Изначает Не помню Не помню Что означает Пиктограмма Вот Опять Что-то У нас Показано Надо Вырезать Именно Отмеряя Миллиметражи То есть Ну Такие Вот Веселые Кстати Характерные Для дракона Вещи Когда Иногда На пластик Нужно Так Сказать Дорезать Вместо Дракона Собственно Своими Силами Опять Зунификации Ну То есть Прикольная Вещь Потому Что В современных Моделях Конечно Такой Дичи Скажем Так Где Не только Сверлить Но еще Что-то Мощно Так Резать По линейке Нужно Такого Конечно Стреть Редко Ну Вот Такой Вот У нас Дракон 96 Год Все-таки Первая Итерация Этого Набора Была Были Так Сказать Времена Были Другие Ладно С этим Можно Разобраться Как В принципе Пережить Значит Что Надгучные Полки Установили Потом У нас Начинается Детализация Надмоторного Отсека Тут Много Всякого Веселого Я так Понимаю Это У нас Вроде Как Вариации Я так Понимаю Какие То есть Видимо Есть Варианты По машине Потому Что Таким Вот Эти Детали Не повторяют Друг друга Просто Являются Соответственно Ну Кстати Об этом Наверное В пиктограммах Развертки Дракон Написал Нам Что Под Вариации Я Уж Не знаю Хотя Может И Не Писал Скорее Всего Да Это Именно Вариации Так Как Кстати Дракон У нас Как Б Вообще Считается Фирма Которая Всегда Сильно Заботилась Копейности Поэтому В принципе Они Частенько Дают Всякие Такие Хитрые Вещи Как Знаете Там Много Деталей До Различных Вариантов Выпуска Различных Месяцов Там Кто Или Иной Машины То Есть Как Бы Заморочились Поэтому Скорее Всего Видимо Об Этому У нас Речь Тут И И Дет Потому Что Я Вижу По Факту Это Несколько Вариаций Одного Узла Вроде Как Ну Да Ладно Соответственно Вот Тут У нас Значит Опять Что У Нас Просверливается Выпиливается Дополнительно Шанец Ну Это Замки Все Отлито Вместе Травла У нас Не Много Не Очень Много Оно Есть Но В этом Наборе Ну Вот Домкрат Видим Кстати Похоже На Менговскую Или На Такому Скутиму Скажем Так Домкрат Из Двух Половин Решетки Выхлание Воздухозабора Насколько Я Помню Вот Это Все У нас Собирается Продолжается Моторный Надмоторный Отсек Ну Точнее Говоря Надмоторный Отсек По сути Как бы Скать Верхняя Часть Корпуса Без Рубки Наверное Тут У нас Ставится И Домкрат И Куча Шанса И Собственно Вот Эти Люки У нас Надмоторные Плиты Всякие Ну В основном Да У Детализация Этих Самых Углов Это У него Кормовая Деталь Опять Ж Вот У нас Показано Что Варианты Могут Быть По ее Сборке И Соответственно Мы Переходим К Двенадцатому Собственно Шагу Вот Так Лихо Перевернув Это Все Дело Где У нас Детализация Начинается Казенной Части Орудия Тоже Казенная Часть Орудия Детализирована Тоже Видимо Скорее Чего Это Сделано Для Возможности Открытия Верхних Люков Машины Соответственно Много Я так Понимаю Тут Срезается Тут Прям Целый У нас Насколько Я понимаю Узлы Удаляются То есть Тоже Видимо Какая Унификация Была С другими Вариантами Орудия А тут У нас Своё Орудие Скажем Так Характерное Для нулевой Серии Видимо Поэтому Мы Много Срезаем С казенника Ну То есть Веселье Веселье Отпиливать Конечно Такие Огромные Куски Деталей Как Моделисту Я думаю Всегда Это в кавычках Нравится Значит Делаем Казенник Появляется Вот эта Установка Шаровая Значит Подвижность Орудие Насколько Я понимаю Конечно Сохраняется У нас Здесь Об этом Нам Драгон Указывает Механизмы Управления Наводкой Орудия Детализированы Что-то Лишнее С них Удаляется Опять же И вот Соответственно Вот Еще В частности У нас Присутствует Такое Веселье Как Модифицированность Соответственно Лобовой Части Боевой Рубки То есть У нас Тут Идет Я так Понимаю Мощное Такое Удаление Судя по всему Каких-то Лишних Частей С Лобовой Части То есть Я так Понимаю Это у нас Срезается Целые Вот Такие Здоровые Куски С лобовой Части Орудия Вроде Как Ну Если Я ничего Не путаю Да Вот Они Вот Здесь Должны Срезать Да Вот Здесь Установить А вот Здесь Закругленные У нас Такие Моменты Будут Да Как раз Я Насколько Помню Это Как раз Было Характерно Для Нулевой Серии Боевая Рубка Со Скругленными Вот Этими Боками Потом Она Вроде Была Более Прямая И Соответственно У нас Вот Такая Вот Получается Такая Вот Такой Небольшой Запил По Сбору Рубки Вот Так Вот И Потом Эту Боевую Рубку Собственно Совмещаем Скажем С орудием Показано Как это Делается Надевается Маска Из пар Деталей Опять же Все Сохраняет Подвижность Еще Ну Ключок Этот Ставится Передний И Вот У нас Подсборка Боевой Рубки Получается И мы С этим Делом Продолжаем Возиться А именно С Крышей Боевой Рубки Где У нас Довольно Много Всего Мелкого То есть Так Вот Прямо Сразу Не Разглядишь То есть Тут Достаточно Сложные Узлы По Перископам Наблюдения И прицелам Где Даются Вариации У нас Открыты Открытые Варианты Соответственно По люкам Перископам Куча Всякой Мелочевочки То есть В принципе Как бы Вот Можно Открывать Люки Поднимать Самые Перископы Прицелы Смотреть На них Радоваться Так сказать И Вот Соответственно Вот это Вот Все У нас Собирать Деталей Действительно Много Видно Что Неспроста Литников Очень Много То есть Драгон Он Действительно Всегда Ценился За детализацию Которая Конечно Даром Так Не дается А дается Она Большим Количеством Собственно Деталей Значит Что У нас Еще Собственно Вот Это Многообразие Собираем Устанавливаем На модель Опять Тут Что-то Где-то Что-то Срезать Подсверливать И так Далее В общем Выводить Ее Так сказать Именно В нулевую Серию То есть Такого Веселия Много Судя по всему Будет Именно По Сборке Ну Это Что-то Похоже Ну Я Не знаю Банник Не Банник Что-то У нас Тут Еще Такое Устанавливается Хотя Скорее Это Нет Это Видимо Удалять Какие-то Длинные Элементы Оставлять От них Одни Держатели Или Что-то Такое В общем Но Много Веселого То есть С этим То есть Реально Многими Вещами Надо Просто Сказать Не Увидите Такого Больше Нигде На самом деле Как у Драгона Потому Что Дичайшая Унификация Его наборов Она Ведет К тому Что Конечно Многие Детали Буквально Надо Выпиливать Заново Из того Что Дает Драгон Ладно Дается Сзади Показано Как Собственно Запасные Капки Устанавливаются У нас Сзади Происходит Собственно Свадьба Боевой Рубки С корпусом Машины Вот В частности Да Где-то Я там Пропустил Ствол Вот На этом Этапе Мы Соответственно Его Вклеивали Собственно Ствол Я как Понимаю Орудие У нас Пластик Но Дан Полностью Одну Деталь Ничего Склеения Никакого Склеения Из двух Тормоз Тоже В принципе Очень Технологично Да То есть Уже Драгон Видимо Где-то В нулевых 90-х годах Умел Делать Дульный Тормоз В одну Деталь Ну Если Не считать Вот этих Передних Частей Соответственно Вот Можно Увидеть Что Он В одну Деталь Дан Задняя Часть Надмоторный Отсек Тоже Ставится У нас Вниз Значит Накрывает Это Все Дело И Соответственно Что У нас Мелочев Пропиливается Что Подрезается В общем Всякое Такое Интересное На самом деле Не вот Реально Не совсем Вот Сходу Понимаю Что Инструкции Драгона Точно Не Выглядят Интуитивно Понятными На самом деле Я могу Сказать Как человек Который Особо Никогда Не пользовался Который Свежим Взглядом Первый Раз Смотрит На инструкции Драгона Именно Своими Глазами И Я действительно Понимаю Что В отличие Ну ладно Так И Конец Двадцатый Точнее Шаг Уже Соответственно У нас Появляются Бортовые Экраны Да У этой Машины Есть Самых Первых Обысках Были Характерные Бортовые Экраны Соответственно Здесь Нам Драгон Дает Их Пластик И Чисто Тоже Один Из Больших Минусов Модели То есть Они Не Сборные И Не Из Частично Скинуть Эти Экраны Как Туда Показать Частично Сбитые С машины Экраны Чтобы Ходовая Была Видна И Машина Выглядела Более Боевой Тут Это Просто Единая Пластиковая Деталь Которая Если Легко И Установить Сразу И Петли Соответственно И Собственно Здесь Что Антенна Дается Нам Это На самом деле Довольно Редкий Случай Чтобы Антенна Была В Одну Деталь Но Я Не Уверен Что Конечно Пластиковая Антенна От Дрэгона На Копей На Толщине Так В принципе Не Настолько Толстые Были Антенны Мне Кажется Конечно Во время Второй Мировой Бронетехники Немцев И Собственно Те Самые Дест Раки Где Просто Показано Что Вот Их Надо Надеть Тут Конечно Нарисован Красивый Провис Но По факту Конечно Такого Красивого Провис Вы От Полурезиновых Тораков Не добьешься Вот Какая-то Еще Деталь Закрывает Могущную Полку Ну И Собственно Что Двадцатый Шаг А После У нас Идет Ну А После Собственно Конец Конец Сборки Соответственно Вот Остается У нас Финальный Собственно Лист Вот В другом Так Скать Развороте Так Ничего Не Видно А Вот Так Видно Это Окраска Да То есть Никаких Еще Цветных Ракладок Ни Сейчас Ни Тогда Драгон Не Кладет Вместо Этого У него Абсолютно Монохромные Ну Как Нет Монохромные Двухцветные Схемы Окраски Из Синего И Черного Цветов Соответственно Дает Он Ну Единственное Что На коробке Было По Моему Два Варианта Показано Или Три Помогает Можно Сказать Что Здесь Три Варианта Соответственно Дает Драгон На Панцер Лер Дивизия 1944 Год Это Так Назимая Танковая Учебная Дивизия Была Соответственно Элитное Немецкое Формирование Танковое Верм Панцер Варфе Дается Трехцветный Камуфляж Ну В принципе Развертки Единственное Что Только Левый Борт Правого Борта Не Видно Непонятно Какой Он Был И На Неизвестное Попороднение 1944 Год Ну Кстати Да Недавно Опять же Где Это Нормандия Ну Скорее Всего Нормандия Потому Что Я Насколько Помню Если Про Вот Эту Танково Учебную Дивизию В основном Ее Известный Боевый Путь Был Как раз На Западном Фронте Фронте Нормандии И так Далее Тоже Как Это Неизвестный Юниат 1944 Год Чисто Дункен Гельб То есть Тоже Непонятно Что Где Откуда И Некая Учебная Машина 1944 Год Это Непосредственно Судя по Всему Вот Эта Надпись На Борту Ну И Собственно Все Это По Инструкции Надо Пластик Смотреть Так Начнем С Ванной Так По ванне Там было Интересно Кстати У Драгона Ну да Судя по всему Я не совсем Уверен Но Наверное Судя по всему Ванна Наверное От какой-то Из четверок Досталась Хотя Вроде бы Корпус Должен Был Быть Свой У Ягдпанцеров Но Тут Именно Собственно По инструкции Было Что Поддерживающие катки Вот Собственно Их Установка Она Соответственно Другая Совершенно Ягдпанцеров Соответственно Я так понимаю Что по инструкции Нам придется Срезать Вот эти Собственно Места Под установку Поддерживающих катков И Вымерять Буквально Вымерять По линейке И Соответственно Устанавливать Дополнительные Места так как расположение этих катков подержавшихся было другое. Это, конечно, из приколов таких, которые, судя по всему, действительно нас ждут при сборке данной модели именно по ванне. Но в остальном ванна выглядит, ну, кстати, очень даже неплохо. Она, по крайней мере, ощущается таким вот, ну, красиво отлипая. То есть детализированные длища, тут и клепка, и лючки, и по бокам тоже как-то вот видны всякие отверстия, болты там, вот, клепочки. То есть чувствуется, что, в принципе, ванна-то уже дает, так сказать, немножко знать о том, так сказать, о былой славе драгона, что-то в этом есть. Сюда же они положили, соответственно, и прозрачный пластик, которого, ну, достаточно много, на самом деле, для данной машины. Не уверен, что все эти дали используются, но тут, в принципе, помимо перископов, тут еще и всяческие приборы наблюдения, такие вот, или прицелы перископические, панорамные, я уж не знаю, они тоже сделаны из прозрачного пластика, соответственно, видимо, не совсем, правда, уверен, что это так уж необходимо было сделать из прозрачного пластика, но драгон вот сделал. Вот этот вот характерный бинокулярный то ли прицел, то ли прибор наблюдения, вот, полностью сделан прозрачным. Ну, это вот, что у нас в отдельном пакетике драгон положил. Помимо этого, значит, пошли крупные пакеты. Их действительно много, то есть, несмотря, оказалось бы, сборка всего 20 шагов, но на самом деле, конечно, деталей много, хотя, конечно, опять же повторюсь, что большая их достаточно часть, она в этом наборе не используется, оставлена исключительно для унификации с другими вариантами данной модели, может быть, даже с четверкой, хотя вроде бы как, насколько я понял, с Panzer IV в производстве драгона эта модель вроде как бы не пересекается, но тем не менее. Значит, крупный литник, вот видно, что это именно относится к нулевой серии, именно ягдпанцера. Соответственно, тут боевая рубка. Ну, вот так она, кстати, выглядит. Не совсем понятно, что именно здесь нам предлагается, предлагалось вроде как по инструкции как-то инсталлировать сюда вроде как другой щит. Собственно, вот здесь лобовую деталь. Здесь я вроде вижу, что в целом верхняя часть рубки вроде бы дана в одну деталь, что именно там разрезать нам так порно предлагал драгон. Я вот чисто визуально не вижу, потому что здесь как бы вроде бы и так все на месте. Ну ладно, может быть, я чего-то не понял. Вот, собственно, ствол орудия, да, в одну деталь. Ну, тут без какой-либо многоразъемности, просто вот такое вот ствол орудия. Ну, детали от маски пушки, соответственно, тоже есть фактура литья. Ну, вот на маске орудия вот здесь как бы ничего этого нет, но тут, возможно, сварная из скатанных листов. Верхняя часть тоже вот, соответственно, со всеми отверстиями. Не всеми отверстиями, которые нам будут нужны, потому что, опять же, многое придется досверливать. Так, и помимо этого в этом же пакете у нас присутствует литник, например, с бортами. Ну, бортовый микрон, я имею в виду, вот такие. Они вот достаточно толстые, чуть меньше миллиметра, наверное, толщина в одну деталь, опять же. Ну, соответственно, либо на автомаркет, если кому-то очень хочется менять, наверное, будет проще. Либо, собственно, ставить какие есть. Ну, и также на этом литнике много всяческой, немножко панелей крупных, я уж точно не помню, откуда они там идут. И много-много-много-много всякой мелочевки, всяческие порчни тут частично, и скобы различные, держатели, какие-то крышечки, лючки там условные, закрывающие какие-то порты, люки, вот, соответственно, какие-то ящички. Ну, вот, точнее говоря, это у нас детали радиостанции, которая может быть установлена внутрь. Видимо, она, судя по всему, просматривается сверху из люка, наверное, по этой причине Dragon ее дал. Вот видно, что многоразъемность Dragon использовалась, в частности, вот для этих деталей, и для этих, по-моему, тоже. Вот, видимо, собственно, уже, видимо, в те годы он осваивал эти технологии. Ну, литье выглядит, в принципе, я не знаю, какой год конкретно данных отливок. Сама модель-то довольно старая, но выглядит достаточно качественным. Не могу сказать, чтобы зрительно просматривались какие-то проблемы. Посмотрим, как пойдет дальше. Да, еще деталь с многими мелкими деталями. Вот, собственно, люки над моторным отсеком, соответственно. Видны детали кормовые. И тут вот деталь-то самая, о которой я говорил, банка вот этого глушителя огромного, характерного, сзади на корму ставится. Вот видим, как этот вопрос решил Dragon. Он не заставляет, как многие производители, на стужи деталь склеивать из двух половин. Тут, вот, видите, как минимум, это из таких вот бочонков цилиндрических сделано, собственно, в одну деталь. И шва у нас, видимо, теоретически быть не должно. Не тушитель, какие-то крюки, еще детали. Ну, много всего. Шанец, шанец, шанец не здесь в основном. Ну, вот, в основном, я так понимаю, это к моторному отсеку относится, кстати. Ну, да. Ну, кстати, вот этот литник, да, вот мы можем по Dragon указывать, что это литник от Panzer IV. Я уж не знаю, какой итерации. У Dragon вроде бы было несколько итераций Panzer IV. Вот, конкретно этот литник идет от Panzer IV. То есть он унифицирован, поэтому, наверное, большая часть деталей, в принципе, с него, наверное, не будет использоваться. Ну, тем не менее, вот пулемет мы видим, кстати, скорее всего, какой-то ствол. Но, насколько я помню, на Ядк-Панцере IV, по-моему, не курсового пулемета вроде как не было, насколько я помню. Так что это, видимо, детали именно от IV Panzer IV. Ну, и вот, в принципе, опять же, по литью все выглядит вполне себе неплохо. Так, еще крупный пакет, опять же. По несколько литников упаковывается у нас. Достаточно так интересно все сложено. Значит, что у нас здесь? Опять же, что указано на литнике, что это IV Ягдпанцер IV L-70. Это уже как бы другая модификация. IV L-70 пушка это не нулевая серия, это чуть позже. Но, судя по всему, оттуда взяты у нас, так понимаю, надгусечные полки. А вот эта маска орудия, скорее всего, видимо, от варианта уже с другой пушкой, более поздняя Ягдпанцера, скорее всего, она, наверное, не используется. Ну, полки вот такие. Вроде как, не знаю, что копейные толщины обычно бывают к пластиковым полкам претензии. Но тут, в принципе, что сказать. Вот такие вот надгусечные полки. И, помимо этого, в этом же пакете литник тоже Ягдпанцера L-70. То есть, это не наша изначально модификация. Оттуда у нас берется, вот, кстати, вот эта лобовая деталь. Кстати, по-моему, с нее нам уже что-то предлагали срезать. Или не совсем, я так понял, придется нам все-таки срезать или нет. Потому что, вроде как, по литникам одно, а в инструкции как немножко по-другому. Ну, надмоторные вот эти самые люки, вот другие, видимо, они у нас даны. Кормовая деталь. Опять же, деталь вот тоже над мотором каких-то отсеков. Все вот это вот тоже по ходовой, с кормовой части. Очень, я бы сказал, тут действительно много мелочевки дано. То, что многими другими производителями зачастую отливается заново. Или как-то, в принципе, опускается, упрощается. Тут, конечно, у Драгона видно, что очень-очень-очень много мелких деталей. В принципе, это, в принципе, характерно. Это, я так понимаю, в Драгоне всегда и ценили. Вот шанец, соответственно, у нас тут тоже. Ну, и другой много-много-много всякой мелочевки, которую сразу прям даже сразу зрительной не скажешь, откуда и куда она идет. И, значит, еще, значит, тут же литничек тоже от L-70. То есть, видимо, в этом пакете от другой модификации литники. Вот у нас, кстати, даже нам по приколу мы можем увидеть L-70 орудие ствол. То есть, он у нас не для этой модели. У нас коротенький, маленький ствол, соответственно, первой серии, когда еще, по сути, опытной серии. А вот эти орудия использовались, я так понимаю, более массово уже во время выпусков. Соответственно, можно оценить, насколько это орудие длиннее. И, тем не менее, кстати, по приколам, да, по прикольной части, что, несмотря на то, что конкретно в этой модели нам это орудие не нужно, но можно оценить, как бы, вот, скажем, забытые технологии о древних, о том, что настолько длинное и, в принципе, достаточно толстое объемное орудие Dragon, я так понимаю, да, с использованием некоторого количества многоразъемности, ну, небольшого, я так понимаю, совсем отливает в одну деталь. То есть, зачастую, конечно, в принципе, такого размера орудия многие производители делают в две половины. Не осиливают в одну деталь, а вот Dragon, собственно, осиливал. Осиливал, ну, и сейчас осиливает. И видно, что, да, есть многоразъемность, то есть это, в принципе, если учесть годы, я так понимаю, изначального появления модели, то многоразъемность, наверное, по тем временам это что-то было вообще запредельно, потому что сейчас мы считаем многоразъемность чем-то крутым. А Apple Dragon, судя по всему, было уже давно и много. Помимо этого, ну, тут детали, я так понимаю, казенной части орудия, которого тут нам частично придется снимать, детали лобовое проекции, скажем так. Опять же, дополнительные детали маски орудия, ну, скорее всего, возможно, конкретно в нашем варианте неиспользуемые, скорее всего, варианты. Свой, опять же, вариант верха крыши боевой рубки. Тоже чисто зрительно сложно сказать, какая у нас крыша эта или какая-то другая. Я говорю, очень много унификаций, и Dragon, он достаточно щепетильно подходит именно к различным вариациям. То есть это для Dragon всегда было характерно. Помните, вот я в Т-70 говорил, что для звезды это прям прикол-прикол, необычно-необычно различные модификации танка, да. А для Dragon это было всегда. То есть они делали кучу вариаций различных каких-то машин, то есть полностью выжимали тему и пытались действительно каждую вариацию сделать копийной, и очень по этой теме заморачивались. То есть это такая тема, характерная именно для Dragon. То есть детали по орудию, как мелочевка, но в основном с казенной части, я так понимаю, тут всякая мелочевка идет. Вот такой вот литничек. Помимо этого. Идет у нас большой пакет с, в основном, я так понимаю, ходовой частью. Тоже тут несколько литников у нас. То есть видно, что они в пакеты собраны по группам, скажем, так, по, видимо, вопросам модификации. Они сгруппированы, эти литники в пакеты. Соответственно, что у нас здесь? Литник, ну, откусанный, непонятно от какой изначально модели по ходовой части. Тут видим детали поддерживающих катков, я так понимаю, даже поддерживающие катки киданы в несколько деталей. Детали ленивцы, звездочки, не совсем понятно, используются они в этой модели, или это тоже, может быть, какая-то неиспользуемая конкретно деталь. Вот поддерживающие катки вот этих самых поддерживающих катков. Ну, судя по всему, это достаточно такая не особо-то приятная часть, когда нам придется поддержку для поддерживающих катков, собственно, практически вручную спиливать, запиливать обратно. Ну, ладно уж, ради копийности. То есть, много мелочевочки, катков, крышка вот этих ступщинах, что-то такого. То есть, даже катки зачастую у Драгона собираются в несколько деталей. Точно такой же литник, соответственно, на другой борт, наверное, условно у нас идет вот это вот все. Опять же, по ходовке не вижу каких-то проблем с литьем, все, в принципе, выглядит, ну, достаточно качественно отлито, не знаю, там, разве что-то питать или, может, выведено не очень красиво. Здесь же у нас закинут отдельное специально, ну, условно, как литник скусанный, это кормовая часть, тоже непонятно изначально от какой модели, обозначен как Т, вот, положен такой вот отдельный. И два одинаковых литника, опять же, по ходовой, только здесь у нас уже дорожные катки, соответственно, видно в две детали. Ну, свой ленивец, я уж не знаю, от этой модели, не от этой. Детали, собственно, тележек, подвески, ходовой части, ну, и всякая вот мелочевочка, всяческие там, ручечки, поручни какие-то, вот, штыри, там, крышечки, чего-то и так далее. То есть, что тут у нас, это все у нас на двух литниках, всем абсолютно идентично, да, ну, так как, собственно, ходовка повторяет друг друга. Тут написано, что, кстати, ходовка у нас от Panzer IV, опять же, то есть, унифицирована. Да, вот, кстати, к уши сюда же попали для троса. Кстати, в этой модели, по-моему, троса я вообще ни в каком виде не увидел. Нету его ни в качестве какого-то допа, ни в качестве пластика, вроде бы, я нигде его не видел, ни в качестве, по-моему, даже рекомендации из чего-либо его сделать. То есть, как тоже сейчас делают, поэтому я уж не знаю, по тросу как-то Dragon немножко упустил момент, видимо, собственно, чисто нам на откуп отдает. Опять же, видно, да, что к уши сделаны многоразъемностью, с отверстиями. Тоже, как бы, еще одна забытая технология древних, тоже довольно редко так делают, в основном на к ушах экономят и упрощают их. Ну да ладно. И вот таких вот два литничка у нас присутствует, абсолютно одинаковых. Ну, несмотря на то, что ходовую на Panzer IV, наверное, отливали много раз, но не сказал бы, что зрительно она как-то заплыла на год своего производства, там, я уж не знаю, довольно поздний, потому что коробка, она, в принципе, выглядит довольно новой, это не какая-то древность, это покупалось в магазине относительно не так давно, и вроде не суперзалежалая коробка, то есть, что говорит о том, что, скорее всего, Dragon делает до выпуски своих наборов, несмотря на то, что, судя по всему, фирма, она как бы давно уже не на коне. Так, и последний пакет, где у нас, собственно, три маленьких литничка. Еще один литничек у нас с Jagdpanzer IV на L48 орудие, это еще один вариант был. И я так понимаю, это был второй, по-моему, по времени вариант этого Jagdpanzer IV, по-моему, именно вот Jagdpanzer L48 называлось, собственно, Jagdpanzer IV чаще всего. Вот с таким вот орудием, оно уже видно подлиннее, калибр побольше, своя маска орудия, то есть, насколько я понимаю, такая вот сильная, такой красивая текстура и литья, насколько я понимаю, это орудие, по-моему, мы использовать не будем, и эту маску, видимо, но, по-моему, какие-то... Ну, кстати, детали вот, видим, что вот эта вот деталь, например, даже в цемерите шла, то есть, соответственно, вот наша модель бессемеритная, насколько я понимаю, а здесь, видимо, какой-то из вариантов у драгона, по-моему, идет в цемерите, и он даже вот отлит у нас здесь на пластике. Ну, я не уверен, что отсюда используется, вполне возможно, что вот буквально, может, какая-то мелочевка на нашем варианте используется, потому что, насколько я понимаю, остальное это все, это не от нашего, не от нулевой серии. От штуга третьего у нас сюда пришло, сюда внезапно целый литник, ну, то есть, вот эта вот солянка, небольшая по ланификации из литников, это тоже, как бы, тема характерная для драгона, вот даже из штуга третьего у нас кое-что пришло, с деталью, судя по всему, к орудию, собственно, со стволом орудия, пулемет сюда даже, МГ-38, если не ошибаюсь, залетел. Ну, скорее всего, отсюда мы какую-то немножко мелочевки будем только использовать, да и все. Но, видимо, чтобы заново это все не моделировать, драгон вот так вот у нас поступает. И, соответственно, последний литничек, тоже, видимо, какой-то унифицированный для бронетехники Германии, здесь у нас антенна и детали, из которых собираются домкрат, и еще какая-то вот, ну, микромелочевка, сигнальные вот эти фонари для движения в колонне, насколько я помню, и чуть-чуть-чуть-чуть совсем всякой мелочевки. И, значит, самая финальная, точнее, нет, не совсем финальная, но по пластику, условно, по деталям финальная, вот так у нас выглядят те самые Death Track, я так называю, это, ну, такого, выглядящие, честно говоря, абсолютно как виниловые, только цвета другого, соответственно, никакого, конечно, адекватного провиса по ним вы не изобразите, то есть выход состоит тут в том, что либо, соответственно, ставить бортовые экраны и, соответственно, скрывать верх этих траков за этими бортовыми экранами темы спасаться, либо, если вы хотите что-то повеселее изобразить, то, соответственно, брать какие-то автомаркетные траки, на которых провис можно будет нормально изобразить. Совсем микроскопической платкой фототравления, пакетик в пакете у нас тут вот присутствует, ну, не буду уже старое вскрывать, такая вот совсем микроскопическая платка, собственно, в основном, я так понимаю, это поворотные прицельные приспособления, и какой-то минимум еще каких-то скобок, но я так понял, в основном на боевую рубку что-то там устанавливается, и декаль, собственно, на три варианта, которые мы уже рассматривали, соответственно, не обманули, вот они, собственно, и есть. Что, собственно, подвести, можно по итогу резюмировать, что Dragon, так называемый, заслуженный, видно, что Dragon, как бы, есть у него определенные моменты, которые его ставят, скажем так, из общего ряда, выделяют, то есть видно, что очень много литников, то есть большая детализация, которая идет ценой и большого учленения, но зато видно, что явно какой-то подход к различным модификациям очень серьезный, то есть у этого набора, по-моему, есть, если не ошибаюсь, по-моему, у Dragon на все модификации Ягдпанцера 4 есть отдельные наборы, внутри конкретно этого набора тоже, я так понимаю, какие-то вариации даны, то есть даже так, в принципе, вроде бы, как Dragon этой темы заморочился. Но, в принципе, идет это все ценой, конечно, достаточно забавных приколов, которые, в принципе, в современных наборах встретишь не часто, а у Dragon этого много, это прежде всего, когда вот много всего там надо подрезать с этих унифицированных деталей, с ванной корпуса, срезать, подрезать, что-то просверливать, настраивать вместо того, что было изначально в пластике, дополнять, то есть вместо этого ставить какие-то другие детали, то есть такого прямо у Dragon завались, судя по всему, в наборе, хотя, казалось бы, он вроде бы не такой уж сложный, не такой уж большой, но тем не менее. Так что, вот такой вот, скажем так, грант модели строения из прошлого, вот так его модель выглядит в 2023 году.